Спасибо большое за представление. Я бы начал с того, что мне очень приятно уже не первый год присутствовать и участвовать в встрече Казань-саммита в разных форматах, в том числе посвященных молодежной дипломатии. Это важная часть гуманитарной дипломатии, как вы любите говорить, потому что молодежь – это и есть свободномыслящие гуманитарии, которые не обременены возрастом. Я бы не стал делить дипломатию на гуманитарную, экономическую, военно-политическую и так далее, потому что дипломатия по своему определению, она и есть гуманитарная. И в этом смысле парламентская дипломатия, которую на этом этапе своей жизни представляю я, она как раз сводится к тому, чтобы создавать атмосферу, в которой можно двигаться вперед во всех без исключения сферах – в экономике, в науке, в образовании, в контактах между людьми, в искусстве. И мы посвящаем основное время именно этому. Второе, что я хотел бы для начала сказать, важное – это то, что Казанский форум, или, как его называют, Казань-саммит, на протяжении целого ряда лет работал и сейчас достиг того, что превратился в очень важную часть международного политического пейзажа, такого ландшафта. Казань-саммит обращает на себя внимание зарубежных средств массовой информации, общественного мнения. Это очень важно, потому что здесь высказываются абсолютно свежие, незаформализованные мысли, которые затем будут обретать характер конкретных решений, действий, резолюций. Поэтому спасибо, что приглашаете, и мы будем участвовать в этом и дальше. Я еще раз хочу всех вас поприветствовать. Теперь уже в качестве участников форума молодых дипломатов стран-организации исламского сотрудничества. Это важное мероприятие. Оно позволяет наладить контакты между представителями нового поколения сотрудников внешнеполитических ведомств, а также экспертами, предпринимателями, представителями органов власти России и мусульманских государств. Ваш форум проходит в весьма непростое время. Попытки глобального Запада навязать международному сообществу неоколониальную модель однополярного мира, в рамках которой все решения должны приниматься или в Вашингтоне, или в Лондоне, или в Брюсселе, терпят закономерный крах. В связи с этим возрастает роль международного и регионального сотрудничества между дружественными государствами глобального Юга и Востока, настроенными на конструктивное взаимодействие друг с другом. Расширение партнерства с государством мусульманского мира является, безусловно, одним из приоритетов Российской Федерации. Сегодня дружественная исламская цивилизация по праву становится одним из важных центров формирования нового, справедливого, многополярного мира. Наша страна приветствует повышение влияния исламского мира на международные дела, видит в мусульманских странах единомышленников в вопросах обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности. Решение стоящих перед человечеством серьезных экономических проблем. Считаем важным в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями в исламском мире добиваться консолидации усилий международного сообщества, направленных на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В апреле нынешнего 2024 года Российская Федерация голосовала в Совете Безопасности ООН за Алжирскую резолюцию, рекомендующую Генеральной Ассамблею ООН принять Палестину в качестве полноправного члена Всемирной Организации. Документ, как известно, был заблокирован США, которые применили право ВЕТа. Несколько дней назад, а именно 10 мая нынешнего года, Генассамблея ООН приняла резолюцию, рекомендующую Совету Безопасности, я цитирую, положительно пересмотреть этот вопрос. Конец цитаты. За нее высказалось более 140 государств, а против только 9, что ясно продемонстрировало позицию мирового большинства, которая поддерживает вступление Палестины в Организацию Объединенных Наций. В этом году Россия, как вам известно, председательствует в таком важном международном объединении, как БРИКС. Мы приветствуем приглашение к участию БРИКС, таких влиятельных государств мусульманского мира, как Арабская Республика Египет, Исламская Республика Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Надеемся, что российское председательство позволит расширить связи между БРИКСом и Организацией Исламского Сотрудничества, в том числе и между парламентами наших государств. Надеемся на активное участие наших партнеров в предстоящем в июле в Санкт-Петербурге 10-м парламентском форуме БРИКС. Сложные проблемы, стоящие перед международным сообществом, делают актуальные обсуждения на форуме темы дипломатии нового многополярного мира. Уверен, что участники форума совместными усилиями внесут вклад в развитие взаимодействия между молодыми дипломатами России и мусульманских государств, а следовательно в укрепление связей между нашими странами. Я от души желаю всем собравшимся успешной работы и всего самого хорошего. Спасибо. Аплодисменты